МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ 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 со статьей «Живая Конституция», заявил, что нужно улучшить качество подбора кадров и все сделать для того, чтобы усилить контроль за исполнительной властью и министрами. Мы будем эту линию активно поддерживать в силу того, что мы не раз выступали с тем, чтобы рассмотреть на всероссийском референдуме самые больные вопросы – и финансо-экономический курс, и стратегическая собственность, и природные ресурсы, и бесплатное образование медицинское обслуживание, и все, что связано с этой людоедской пенсионной реформой, ни Конституция, ни исполнительная власть не позволили стране высказаться на референдуме по этим главным вопросам. Поэтому ремонт давно назрел, и мы будем активно работать, чтобы были внесены соответствующие изменения. У нас предложение на сей счет есть. Одна из главных опасностей, которая грозит нашей стране, она связана с ее вымиранием. ЦРУ провело крупное совещание, рассматривая в ближайшее время на 20 лет все главные опасности и угрозы. Самое удивительное, что они признали, что угрозой номер один является массовое умирание граждан в России, которое продолжается последние 30 лет. За 30 лет нанесен страшный сокрушительный удар по русскому народу. Этот либеральный, воровской, омерзительный капитализм, который затащили в страну, оказался страшнее Великой Отечественной войны. У нас было 120 миллионов русских, повторяю, это 89-й год статистика. Если так пойдет к 2024 году, а останется на 22 миллиона меньше. 22 миллиона сокрушительные потери. Я вам в прошлый раз называл эту цифру, но, видимо, ваши начальники запретили об этом ни одного кадра, ни одного слова, ни на одном канале. Но это не спасает русский народ, это замалчивание только ухудшает ситуацию. У меня на Орловщине, в Тульской, Калужской, Тверской, Новгородской, Псковской, Ивановской, Костромской областях за эти годы вымер каждый шестой гражданин. Что будет дальше? А дальше царушники прямо говорят охранять, обустраивать, обеспечивать нормальное развитие этих территорий. Таким составом населения будет невозможно. Поэтому мы предложили программу поддержки всех ключевых регионов России и будем наставить на том, чтобы она в первую очередь была рассмотрена на заседании уже осенью. Вторая ключевая угроза связана с технологическими проблемами. На 90% мы зависим от чужих станков, чужой электроники, чужих управленческих решений, связанных с программированием. Сейчас американцы приняли решение, весена поправка, она, я думаю, пройдет. А если они еще выкрутят руки европейцам, то наши банки будут поставлены в идиотское положение. Надо будет платить долги, а платить и перекредитоваться им будет невозможно. Значит, надо будет расходовать золотовалютные резервы. Что это значит? А это значит, что золотовалютные резервы у нас превышают всего на 36 миллиардов долларов долги. Будет нечем платить. Это будет финансовая фиаско. И надо будет думать, что делать дальше. Расторанжирил золотовалютный запас, мы тем самым поставим всю финансовую, экономическую, социальную систему в самое невыгодное и дурацкое положение. Мы считаем, что надо формировать бюджет развития в 25 триллионов. Мы вносили под его формирование 12 законов. У нас координатор по фракции Коломейцев, председатель комитета, все делали, чтобы эти законы были рассмотрены. Тем не менее, правительство отдвинуло нашу программу и наши законы, а вносит свои, которые опять обслуживают олигархи. Результат очевиден. Сегодня олигархи по-прежнему жреют, остальные теряют доходы. Шестой год подряд население нищает. Напряжение нарастает. И отсюда возникает еще одна страшная угроза. Я ее назвал социальной, но она больше, чем социальная. Она прежде всего связана с недовольством граждан и попыткой либерального реванша. Вы это видите на улицах Москвы и Питера, видите в ходе выборной кампании. Но вместо того, чтобы провести полноценный диалог, принять решение, начинают затыкать рот на выборах. Впервые была попытка снять наш список партийный с выборов в Карачао-Черкесии. Впервые сразу три кандидата в губернаторы наши оказались в состоянии собрать подписи, потому что Единая Россия зачистила все поле и по этому закону собрать их невозможно. На мой взгляд, власть играет с огнем. На чем основаны все цветные революции? Они основаны на нищете, недовольстве, убитой экономике, дикой коррупции и нечестных выборах, которые являются тотализатором этого взрыва. Хотите посмотреть, как это было в Грузии? Вернитесь. Как к власти пришла бандеровщина нацисты на Украине? Тоже. Как стали заправлять этими процессами в Прибалтике недобитые эсэсовцы и фашисты? Вы это увидите. Нам такой вариант абсолютно не подходит. Поэтому мы действовали в рамках закона и будем действовать, но настаиваем на том, чтобы власть продолжила полноценный диалог. Я считаю, что в прошедшем сезоне был нарушен нормальный диалог Думы и руководства фракции с президентом. Не знаю, кто отгородил президента от нормальных деловых встреч с руководителем фракции, но это очень плохой симптом, потому что президенту о реальном положении по целому реанаправлению. Кроме лидера фракции сказать некому. Все остальные ему подчинены. Всех остальных он может расчерком пера или уволить, или выгнать, или признать недееспособным. Вот сейчас такая попытка идет по Иркутской области. Еще раз заявляю, наш штаб там работает круглые сутки. Мы впервые при таких катастрофах за 2-3 недели восстановили все энергоснабжение, водоснабжение, полный состав всех пострадавших. Мы там формируем крупные строительные комплексы и подразделения. Мы озабочены тем, почему это происходит и почему не реагирует исполнительная власть. Оказалось, полностью разрушена вся система гидро- и погодонаблюдений. Там невозможно обеспечить ни в одном регионе нормальное прогнозирование этих процессов. Волна поднялась на 3 метра выше, чем предыдущая, смыла все дамбы. И никто не может ответить, как дальше застроивать эти территории, если не обеспечить их последующей безопасности. На мой взгляд, наше предложение о том, чтобы использовать советскую практику, когда случались большие катаклизмы, привлекать к этому все крупнейшие регионы. Москву, Питер. Обратиться в Братский Белоруссия, она готова максимально оказать помощь. Разговаривали, Лукашенко откликается. Все сделать для того, чтобы привлечь для этих целей Урал, другие крупные промышленные центры. А сейчас ищет стрелочник. Я обращаюсь к руководителям телеканалов, Добродееву, Эрнсту, всем остальным. Нельзя спекулировать на этой беде. Когда с помощью эфира хотят утопить руководителей, это не только недостойно, это не по-русски, это цинично предельно. Но мы насчитали уже 100 сюжетов, абсолютно мерзительных, которые высказаны и против Левченко, и сотни тысяч против Грудинина. Вы не слышите нормальный голос, нормальные профессиональные позиции, которые решала и будет решать эти вопросы самым достойным методом. Вы всех сгоняете в одну кучу. Но вы с этим не справитесь, как не справились в 90-е годы, как не справились на Украине и других. На мой взгляд, президенту давно пора дать оценку этим явлениям и провести консультации с теми, кто озабочен ситуацией оздоровления обстановки в стране. Самый главный вывод прошедшего года, несмотря на стратегические установки послания президента национальных проектов, по всем главным направлениям угрозы не сократились, а выросли. Мы должны все сделать для того, чтобы в следующем полугодии начать энергично исправлять эту ситуацию. Для этого и предстоящие выборы. Выборы – это то место, где есть возможность полноценного диалога и решения проблем. Нам не нужна практика, которая была в Приморье. Несмотря на выступления нашего Синельщикова, генерала, который блестяще знает правую, и который контролирует разбор уголовных дел по Владивостоку и Сурийску, тем не менее я не вижу нормальной реакции. Несмотря на коллективное обращение ключевых депутатов нашей фракции и других по совхозу имени Ленина, тем не менее нет ответов разумительно ни от силовых ведомств, ни от администрации президента. Несмотря на предупреждения, в том числе и тем, кто руководит Москве, нельзя отдавать на растерзание очередным рейдерам. Айвари-интерьеры, небольшой мебельный комбинат, который руководит женщина, тем не менее решение до конца не принято. Сейчас к этому присвокуется институт садоводства, у которого хотят оттяпать земли и распродавать. Вся та же свора, вся та же сволочь. Рейдеров знают уже поименно. Но и за прошедший год изобрели новый тип рейдерства. Раньше были черные рейдеры. Приходят ребята-амбалы, набивают морду, захватывают предприятие, выпиливают звонки, и новый хозяин, который, как правило, в офшорах, уже там сидит. Я отбивал так завод «Кировский», «Металист», крупные предприятия оборонного комплекса. Я насмотрелся на эту мерзость своими собственными глазами. Потом появились другие тихие рейдеры. Рейдеры приходят, обнулили финансы, посадили управляющего своего, подкупили второго, третьего, захватили контрольный пакет, все сплавили, все разворвали. В Ленинском районе, где совхоз Грудинина, было 14 предприятий. Одно уцелело, остальные все поделили, напоили и уничтожили. Ни одна сволочь не отметила. Ни одна сволочь. А теперь появились новые рейдеры. Под прикрытием прокуратуры, такого же суда, при прикрытием некоторых людей из спецслужб, накатывают на хозяйство, которое весь мир знает, и которое является лучшим. Два месяца не получаем пока вразумительного ответа. Еще раз вам заявляем, в этих условиях, в нынешних условиях, нам хватит воли, силы, характера, отбить народные предприятия от этих мерзалцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова